Здравствуйте! Новости Москва-Баку. Новости Москва-Баку. Согласился с предложением, но при одном условии, что после этого визита будет снят необоснованный запрет на поездки высокопоставленных официальных лиц Азербайджана в США. На это предложение Блинкин ответил также согласием. Отметим, что ранее в понедельник Блинкин также провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого стороны обсудили возможности заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку. По мнению экспертов, активность американской дипломатии на Южном Кавказе на фоне противоречивых заявлений помощника госсекретаря США О'Брайна, а также принятия Сенатом американской стороны актом, запрещающего военную помощь Азербайджану, говорят о том, что США добиваются мира в регионе на своих условиях. При этом в Баку неоднократно заявляли о том, что говорить о мире и доверии на языке угроз не самый лучший способ, тем более если Вашингтон по-прежнему претендует на роль посредника. Сегодня спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам, что в будущем армяне и азербайджанцы смогут жить вместе бок о бок. По его словам, при желании армяне Карабаха вернутся в свои дома. Азербайджанцы смогут проживать на территории Армении. Придет время. Надеюсь, мы сделаем все для этого, и это будет само собой. Армяне и азербайджанцы должны жить бок о бок, торговать. Не исключая, что кто-то из армян вернется на территорию Азербайджана в свои дома. Не исключая, что какие-то азербайджанцы через какое-то время приедут и обоснуются в Армении. Сегодня же спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что мирный договор между Ереваном и Баку можно заключить в течение 15 дней, если, как он выразился, Азербайджан проявит политическую волю. При желании мирный договор можно подписать за 15 дней, если Азербайджан проявит политическую волю. По его словам, почти по всем вопросам между сторонами достигнуто согласие на основе международного права. Симонян заявил, цитирую, 8 из 9 пунктов договора согласованы до запятой. Он также заявил, что Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах, и что у Армении нет вопроса о самоопределении Нагорного Карабаха. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистам, считает ли он карабахский вопрос и борьбу армян за самоопределение Карабаха закрытым. Что значит, решен ли карабахский вопрос? В чем решенность или нерешенность карабахского вопроса? У республики Армении подобного вопроса сейчас нет. Республика Армения полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана, состав которого входит Нагорный Карабах. Мы об этом, наверное, говорили уже раз 8 за последний год-полтора. Отметим, что Азербайджан не раз на различных уровнях заявлял о готовности к скорейшему подписанию мирного договора с Арменией, ожидая от нее проявления той же политической воли. Однако пока, как констатирует Баку, официальный Ереван занимается затягиванием переговорного процесса. Более 80% освобожденных земель Азербайджана еще не разминированы. Это затрудняет возвращение людей на родные земли. Об этом заявил представитель Кабмина Азербайджана Руфат Мамеда в ходе Международной технической конференции «Борьба с минной угрозой, инновацией и передовые практики», прошедшей во вторник в Баку. Разминирование является трудоемким и затратным процессом. Азербайджан освободил свои территории от оккупации три года назад. За период 30-летней оккупации религиозно-культурные памятники на этих землях были уничтожены. Территории загрязнены минами. Заминированы даже кладбища, посевные площади. По оценкам экспертов, Азербайджан входит в число наиболее загрязненных минами стран мира. Так, на освобожденных территориях Азербайджана минами загрязнена территория общей площадью около 9 тысяч квадратных километров. На этих землях установлено около полутора миллионов мин. На этом фоне агентство Азербайджана по разминированию существенно повысило свой кадровый потенциал. В 2020 году в нем работало 300 сотрудников. Сегодня их число достигает 1400. В 2024 году также ожидается увеличение численности персонала. Кроме того, в этом году к разминированию освобожденных территорий привлечены женщины-саперы. Между тем, со дня окончания Второй Карабахской войны с ноября 2020 года и по настоящее время на минах подорвались 337 граждан. 65 человек погибли, 272 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует все же приехать в Санкт-Петербург, где состоится формальное заседание Евразийского экономического союза и неформальная традиционная встреча лидеров стран-членов СНГ. Об этом накануне заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Как он сказал, что Ереван послал Москве определенный сигнал. Речь идет об участии главы армянского правительства в указанных мероприятиях, которые состоятся в декабре 2023 года. Да, мы получили сигнал из Еревана о том, что премьер-министр собирается приехать в конце декабря в Петербург на неформальную встречу глав государств СНГ и на формальный саммит Евразес. Напомним, что ранее в октябре Пашинян отказался участвовать в саммите СНГ, который проходил в Киргизии. А на прошлой неделе в Минске состоялся саммит УДКБ. В его работе принимали участие все лидеры стран-участниц, за исключением Пашиняна. В ходе заседания белорусский лидер Александр Лукашенко обратился к Пашиняну, заявив о том, что Армения должна отказаться от демаршей и поддерживать союзников по СНГ и ОДКБ. Не будем это скрывать. Обсуждали ситуацию на Кавказе и некоторые неудовлетворенности одного из членов Совета коллективной безопасности. Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы, они всегда были, будут. Если их мы намерены решать, то их надо решать за столом переговоры, переговоров. А не делать демарши без причины, без определенных причин. И мы выразили определенное мнение и пожелание, что, скорее всего, в Питере, все-таки экономическое в основном мероприятие, мы увидим наших армянских друзей. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на полноценное возобновление участия Армении в работе ОДКБ, добавив, что блок сохраняет свою востребованность, и все страны солидарны в необходимости дальнейшего его укрепления и развития. Ереванская полиция, как считает армянский омбудсмен, применила чрезмерную и непропорциональную силу в отношении членов оппозиционного движения ЗАНК, которые накануне провели акцию протеста против действующей власти и премьер-министра Никола Пашиняна. Как сообщают местные СМИ, насилию подвергались как мужчины, так и женщины. Полиция мотивировала это тем, что шествие проходило не по тротуару. Продолжение следует... Известно, что члены движения проводят акцию уже третий день. Митинги стартовали еще 25 ноября. Они требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. В рамках акции они несколько раз пытались разбить палатки на площади республики, но полиция не позволила им это сделать. В понедельник полиция задержала шесть участников акции. В Ереване оппозиционеры нередко проводят акции и митинги с требованием отставки Николы Пашиняна и его партии. Но основная масса людей все же не поддерживает эти протесты. Последние массовые шествия и задержания митингующих прошли в Ереване в сентябре, после того, как Азербайджан провел антитеррористические мероприятия в Карабахе. Сотрудники Международного комитета Красного Креста сообщили сегодня, что посетили азербайджанских пленных, находящихся в Армении. Также стало известно, что представители Красного Креста в то же самое время посетили лиц армянского происхождения, которые задержаны азербайджанской стороной. По информации Красного Креста, задержанными были проведены встречи один на один. Они также смогли пообщаться со своими семьями. В данный момент в Азербайджане находятся задержанные карабахские сепаратисты, в том числе бывшие так называемые президенты непризнанной Карабахской республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также бывший председатель парламента НКР Давид Ишханян. По данным следствия, они участвовали в организации и координации на территории Азербайджанской республики действий незаконных вооруженных формирований, которые совершали нападения на организации, повлекшие гибель людей и другие тяжелые последствия. Также снабжали эти формирования боеприпасами, взрывчатыми веществами и военной техникой. В Армении же содержится двое военнослужащих азербайджанской армии Акшинбабиров и Гусейнахундов, которые были взяты в плен армянской стороной. Военные попали на армянскую территорию из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбутского района Нахчуванской автономной республики. Молодым людям были предъявлены обвинения в незаконном пересечении государственной границы Армении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Гусейнахундов также обвинен в убийстве охранником Зангизурского медно-малибденового комбината. Акшинбабиров приговорен к 11,5 годам лишения свободы, а Гусейнахундов к 20 годам лишения свободы. Еще большие информации читайте на нашем сайте и в телеграм-канале. Ссылки в описании под этим видео.